Подзаголовок «Теплота безмолвия» В Любавичах спешили медленно. Вернувшись из Петербурга, Йосеф Эцхак ранним утром поднялся на крыльцо родного дома. И только в полдень, помолившись, позавтракав, немного отдохнув, он стоял перед отцом и рассказывал о замыслах любителей просвещения, о том, что барон Гинцбург и его компания решили закрыть этот источник тьмы и мракобесия, в кавычках, Ешиву Томхейт Мимим. Силы, средства, связи у них для этого были. Неприятно, когда тебя считают камнем, заградившим дорогу. Неприятно, когда тебя, как этот камень, пинают ногой. От своих, от евреев, пинок во много раз больней. Отец сказал, наверняка Всевышний поможет нам и все закончится к добру. Я хочу, чтобы ты пошел на Оэль, к могилам наших святых предков, и повторил там свой рассказ во всех подробностях, так, как ты говорил со мной сейчас. Я напишу «Пан», и ты потом прочтешь его там. И вот Йосеф Ицхак стоит у могил своего деда, рэбы Шмуэля и прадеда, рэбы Цемаха Цедека. Он подпоясан гардлом, как на молитве. Горят свечи, безмолвие, наполненное теплотой. Мысль, которая мелькнула до того, как он зашел сюда. Если отец так уверен в победе, зачем надо писать «Пан»? Пидьон Нефеш. Письмо с просьбой об искуплении и о защите души, которое хасиды передают рэбе. В этом ли мире он находится или в другом? В руках у него два письма — деду и прадеду. Он получает ответ на свой вопрос, когда начинает читать первое из них. Вот отрывок из письма. «Сын твой, Шолом Довбер бен Ривка, и внук твой, Йосеф Ицхак бен Стерна Сара, готовы пожертвовать всем ради Ишивы и ради того пути, по которому идут ее ученики в учебе и жизни. Умоляем просить у престола Всевышнего большой милости для нас и для всех, кто поддерживает Йошиву. И пусть укрепит Всевышний, благословен Он, сердце моего сына, чтобы он выдержал все испытания и преуспел в служении еврейству и евреям». Йосеф Ицхак понял, что они с отцом сейчас берут на себя очень серьезные обязательства перед небом, и надо знать, как их исполнить.